Сытно пообедать можно в любой точке города. Ростовчанка Татьяна Демидова выбирает те заведения, где это можно сделать быстро и недорого. Эта столовая находится недалеко от ее работы. Ну вообще я стараюсь приходить каждый день, потому что здоровое питание очень важно. Перебиваться какой-то посредственной едой на обед. Я даю предпочтение салата. Заведения быстрого питания и столовые под контролем экспертов Департамента потребительского рынка и регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Донского региона. Оценить качество их работы поможет независимая закупка. Под видом обычных потребителей специалисты заказывают ланч. Для микробиологических испытаний мы развели закупку двух готовых кулинарных блюд. Это блюдо из мяса птицы, котлета по-киевски и салат из рыбы. В это время другие эксперты осматривают внешний вид заведения. Говорят, театр начинается с вешалки, столовая с вывески. Проверяют маркировку продукции, документы о сертификации, меню, наличие книги отзывов и предложений. Первые нарушения налицо. Потребитель должен книгу отзывов и предложений взять. А вообще книга отзывов и предложений существует? Ну, должна. И книги нету, да? Как выяснилось позже, в этом заведении отсутствует информация о весе порции в меню. Пока главный специалист департамента беседует с хозяевом, оформляет акт отбора проб и упаковывает продукцию в термоконтейнеры с охлаждающими вкладышами. После она пройдет испытания в лаборатории. Благодаря этим исследованиям потребитель получает полную, достоверную и независимую информацию о качестве и безопасности услуг и продукции. И эти данные могут послужить потребителям большим подспорьем при необходимости выбора услуги в предприятиях общественного питания. Через три недели эксперты огласят потребителям полную информацию о качестве продукции. По результатам мониторинга нарушителям отправят письма. Эксперты потребрымка говорят, почти в половине из 20 видов исследуемой продукции обнаружили нарушения по микробиологическим показателям. В 9 из 10 предприятий были установлены соответствующие нарушения. Как услуг общественного питания, в основном это недовес продукции, так и готовые продукции, которые реализуются. К сожалению, в готовые продукции устанавливаются бактерии группы кишечной палочки. Специалисты отмечают, оставляют желать лучшего большинство ростовских ресторанов быстрого питания. Некоторые из нарушителей сохраняют печальное лидерство с прошлого года. Наибольшую популярность для посетителей в общепитах представляют овощные салаты и сэндвичи. Валентина Назаренко, Сергей Зайцев, Андрей Коробко. Главное новости.